всем привет вы на канале slavker fishing и сегодня я расскажу вам о своих крючках которые использую при ловле карпа на flat feeder так у меня сегодня будет три категории крючков ну точнее три сегмента ценовых это бюджетные крючки среднего бюджета и уже крючки премиум класса и начну я пожалуй с премиум сегмента из других крючков я использую в основном крючки от корда корда микс корда вай гейб корда крэнк еще есть пользу крючки от нэш нэш фан гейпер и нэш фан юни так начнем по порядку сначала начнем с корда по итогу 21 года моим самым любимым крючком был корда крэнк и форму у него хорошие ну и сами крючки острые показали они себя отлично как с одиночной насадкой так и с комбинированной насадкой думаю в будущем я еще буду покупать эти крючки так а вот корда вай гейб в этом году меня подвела точнее в этом и 21 по итогу 2020 года эти крючки были моими самыми любимыми я заказал еще даже вот такие вот крючки двадцать первом году вода вай гейб каптор которые идут в коробочках так как мне крючки понравились и они были у по очень хорошей скидки но в прошлом году выехал я на рыбалку этот крючок меня подвел даже так сказать подвел два раза сначала у меня была поклевка маленького карпа где-то 23 килограмма я уже вывел берегу положил его мат начал цеплять крючок и смотрю что он разогнулся на такой маленькой рыбе ладно думаю сейчас сделаю поводок с таким же крючком все его сделал оснастил и закинул воду раз вытаскиваю карпа такого же примерно маленького и даже еще не меньше и смотрю крючок опять разогнулся вот я конечно был в ступоре не стал больше ставить крючок а продолжил ловить на другой крючок но после этого инцидента я больше не планирую покупать вот такие вот крючки от корда вай гейб не знаю почему вроде крючков нет срока годности но он почему-то два крючка подряд разогнулась и это корда который стоит честно из акции рублей 700 за целую пачку крючков еще вот такие вот есть крючки корда вай гейб карта который идут в коробочках их я купил после хорошего результата крючков вай гейб который был двадцатом году но на эти крючки почему-то происходит меньше поклевок не знаю почему хотя вроде форма тоже все тоже но но на эти крючки почему-то происходит меньше поклевок чем на другие крючки от корны которые идут не в коробке в обычной упаковке больше такие крючки я тоже брать не буду конечно коробочки а потом для других крючков буду уже использовать купил уж купил тебя что теперь поделать так ну и теперь вот самые мои любимые крючки это кранг они мне понравились использовали я их и при лове на одиночную насадку и на комбинированную рыба на них секлась хорошо и не было сходов не знаю вот этот крючок один из самых любимого думаю буду брать еще и тут конечно меня нет крючков от наш потому что они у меня лежат в текл боксе но мне больше понравился крючок наш фан гейпер 8 10 номера 10 номер хорошо подойдет для рыбы поменьше 8 номер подойдет для рыбы уже побольше форма не примерно как корда миксы но почему-то они понравились больше но на нашла тоже фан гейпер у моего друга кирилла тоже был в этом году досадный случай когда он ловил на этот крючок у него он разогнулся на поклевки рыбы он уже достал крючок и крючок был разогнутым так что вот тоже не знаю как теперь доверять этому качеству потому что берешь крючок за такие деньги он разгибается на маленькой рыбки например и уже тоже вот как-то под сомнение подходит все это дело ну ладно бы с кордой вот у меня наверно было единичный случай так это две рыбы подряд значит что-то не то с этим крючком подругой сегмент вроде бы рассказал теперь перейдем к среднему сегменту это крючки примерно стоимостью 200 300 рублей не за пачку из таких крючков у меня только крючки гамакатсу есть у меня серии специалист и и вайгейп супер на первую кучу которая начала ведь это был гамакатсу специалисты 10 номером крючок конечно за свои деньги очень хороший но на мой взгляд у 10 номера есть например минус на него часто происходят сходы не знаю почему то ли он такой мелкий или острый то почему-то прорезает губу рыбы рыбы сходит по стены хотя корды у 10 номер такой же крючок он вроде бы такой же тоненький острый но у него таких сходов не происходит а вот на гамакатсу такие сходы постоянно происходит на десятом номере конечно с восьмым номером уже например получше делаем на нем сходов нету ну или вот в этом сезоне мне понравился крючок вайгейп супер восьмого номера его я использовала только с комбинированными насадками например ставил пол тонущего бойла и попал или например два тонущих бойла на один поводок тоже на хорошо работал этот крючок когда у меня закончится я буду брать еще крючок бюджетный и неплохо на него рыба ловится я брал уже где-то года два назад пачку по 160 рублей сразу взял три пачки и не пожалел буду их активно использовать сезоне 2022 так еще конечно вот такие есть крючки шейгер и они вот на одном водоеме очень хорошо меня выручает вот есть у нас такая уже в полазе и там вот рыба почему так лучше всего засекается на этот крючок может у нее какие-то особенные там предпочтения как тогда там берет эту насадку по-другому но рыбы именно лучше все сейчас вот на этот крючок его я тоже буду хранить у себя в арсенале для этого водоема так ну и подошло время перейти к самым бюджетным крючкам это вот крючки сайта aliexpress вот у меня от этого производителя много крючков fishing tackle балла я как себе экран крючки и вайгейп и они неплохо работали больше всего мне понравился крючки кранг десятого номера еще вот крючки от хириси тоже десятого номера кранки обал отлично стекут рыбу исходов на них нет хотя стоит пачка там буквально 150 рублей за 30 штук или но там хириси вроде бы 200 рублей за 300 штук тоже вроде бы принципе крючки хорошие за свои деньги в этом году я их активным точнее в 2021 году их активно использовал ну и в этом году тоже буду использовать вот себе заказал их целую кучу тут их очень-очень много ну и вот такие вот крючки напоминающие хайлбус у к1 идут от фирмы биму такой вот форму идут они вайдгейп очень крючки мне понравились вот я заказал их себе 100 штук потому что старый у меня уже заканчивались на 30 штук заказывал чтобы не мелочиться решил сразу заказать 100 штук ведь тут 100 штук стоит как 10 крючков от кора до пальчиком но тут их уже 100 штук и вот с ними никаких досадных пока происшествия не происходило хотя я ловила на них примерно ну наверно с мая или с июня так сказать практически целых сезонов на эти крючки и ловил и с ними проблем никаких не было вот покупать или не покупать такие крючки решайте сами в принципе стоит недорого можете купить попробовать думаю там 150 рублей это как пачка сигарет сейчас каждый может себе позволить и попробовать сейчас самое время заказать как раз к сезону наверно подойдут вот ну еще заказал крючки такой же форма 6 номера так как хочу попробовать с двойными насадками 2 тонущих было побольше поставить ну и посмотреть на результат как рыба себя будет вести с ними вот и вам вроде бы рассказал про свои крючки если вам понравилось видео ставьте лайк а также подписывайтесь на канал вы были на канале слава крючки пока пока